Want to speak real Russian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at russianpod101.com In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Извините, могу я взглянуть на книгу вон на той полке? КОТОРУЮ КНИГУ ВЫ ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ? КНИГУ О МАШИНАХ ПОДОЖДИТЕ ПОЖАЛУСТА Вот эту? ВЕРНО Вот, пожалуйста Извините, могу я взглянуть на книгу вон на той полке? КОТОРУЮ КНИГУ ВЫ ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ? КНИГУ О МАШИНАХ ПОДОЖДИТЕ ПОЖАЛУСТА Вот эту? ВЕРНО Вот, пожалуйста Что бы вы хотели заказать? Эта пицца выглядит аппетитно Я возьму её Я ел пиццу вчера, так что... Правда? Тогда как насчёт гамбургера? Звучит неплохо Я закажу его Что бы вы хотели заказать? Эта пицца выглядит аппетитно Я возьму её Я ел пиццу вчера, так что... Правда? Тогда как насчёт гамбургера? Звучит неплохо Я закажу его Здравствуйте Чем я могу вам помочь? До скольки вы сегодня работаете? До шести часов Но, пожалуйста, прийдите до пяти тридцати Хорошо Здравствуйте Чем я могу вам помочь? До скольки вы сегодня работаете? До шести часов Но, пожалуйста, прийдите до пяти тридцати Хорошо Сегодня была очень хорошая погода После обеда я пошёл в бассейн А вечером я пошёл смотреть кино Кроме того, я учился утром Это был очень хороший день Это фотография футбольной команды вашего сына, не так ли? Который из них ваш сын? Вот этот О, он самый высокий в команде Он выше, чем я Это фотография футбольной команды вашего сына, не так ли? Который из них ваш сын? Вот этот О, он самый высокий в команде Он выше, чем я Почему бы нам не сходить в кино в следующую субботу? Да Я бы с удовольствием Но я утром работаю В котором часу ты закончишь работу? В два часа дня Тогда давай встретимся в кафе в три часа А в четыре часа посмотрим фильм Хорошо Почему бы нам не сходить в кино в следующую субботу? Да Я бы с удовольствием Но я утром работаю В котором часу ты закончишь работу? В два часа дня Тогда давай встретимся в кафе в три часа А в четыре часа посмотрим фильм Хорошо Как вы думаете, какая рубашка лучше, белая или голубая? Мне нравится голубая Она очень подходит к вашему серому пиджаку Вы так думаете? Но мне кажется, она не подходит к моему красному галстуку Ну, да Я согласна Хорошо Тогда я возьму белую, а не голубую Как вы думаете, какая рубашка лучше, белая или голубая? Мне нравится голубая Она очень подходит к вашему серому пиджаку Вы так думаете? Но мне кажется, она не подходит к моему красному галстуку Ну, да Я согласна Хорошо Тогда я возьму белую, а не голубую Простите Я могу заказать специальное бургер-меню? Да Пожалуйста Выберите Картофель фри или салат Салат, пожалуйста Отлично Пожалуйста Выберите Кока-колу, пожалуйста Простите Я могу заказать специальное бургер-меню? Да Пожалуйста Выберите Картофель фри или салат Салат, пожалуйста Отлично Пожалуйста Выберите напиток Кока-колу, пожалуйста Сегодня мы собираемся приготовить торт Во-первых, смешайте масло и сахар Затем добавьте два яйца И всё хорошо перемешайте Добавьте муку и слегка перемешайте Поставьте в духовку и выпекайте в течение 50 минут Вот и всё Какие у тебя сегодня планы? Я хочу посмотреть фильм Хорошо А я хочу посмотреть бейсбол по телевизору Также Я хочу пройтись по магазинам Бейсбол начнётся в час дня Ладно Давай сначала посмотрим фильм А затем ты можешь смотреть свой бейсбол Хорошо А тогда вечером пройдёмся по магазинам Какие у тебя сегодня планы? Я хочу посмотреть фильм? Я хочу посмотреть фильм Вопросы по вашей лекции Конечно Я вас слушаю Вопросов довольно много У вас сейчас есть время? А, ну тогда, пожалуйста Приходите ко мне в кабинет во второй половине дня Я буду там с часу дня до четырёх Хорошо Я приду в два Что вам принести после основного блюда? Кофе или десерт? А какие у вас есть десерты? У нас есть пудинг и яблочный пирог Тогда кофе, пожалуйста С сахаром или с молоком? С молоком, пожалуйста Привет, извини, но я опоздаю на 30 минут Хорошо, я буду ждать тебя в кафе Оно находится рядом с книжным магазином Напротив кафе есть булочная Хорошо Привет, извини, но я опоздаю на 30 минут Хорошо, я буду ждать тебя в кафе В каком кафе? Оно находится рядом с книжным магазином Напротив кафе есть булочная Хорошо У тебя есть планы на летние каникулы? Пока нет, но мне бы очень хотелось поехать на море или в горы А я с друзьями еду на море Мы хотим заняться серфингом Классно Почему бы тебе не поехать с нами? Это будет весело Да, поеду с вами У тебя есть планы на летние каникулы? Пока нет, но мне бы очень хотелось поехать на море или в горы А я с друзьями еду на море Мы хотим заняться серфингом Классно Почему бы тебе не поехать с нами? Это будет весело Да, поеду с вами Я хочу есть Ты сегодня завтракала? Да Что ты ела? Я съела маленький йогурт и выпила чашку кофе Это совсем мало Нужно было съесть еще какие-нибудь фрукты или хотя бы булочку Я хочу есть Ты сегодня завтракала? Да Что ты ела? Я съела маленький йогурт и выпила чашку кофе Это совсем мало Нужно было съесть еще какие-нибудь фрукты или хотя бы булочку Извините, где здесь продается детская одежда? На пятом этаже и на шестом А у вас есть одежда для младенцев? Да, есть, на шестом этаже Большое спасибо, пойду посмотрю там Извините, где здесь продается детская одежда? На пятом этаже и на шестом А у вас есть одежда для младенцев? Да, есть, на шестом этаже Большое спасибо, пойду посмотрю там У тебя скоро день рождения? Да, послезавтра Сколько лет тебе исполнится? Мне исполнится 60 лет Поздравляю, давай отпразднуем Спасибо большое, я буду очень рад Мне нравится и белая юбка и синяя юбка Да, белая юбка хорошо продается Синяя юбка дорогая Да, но она вам очень идет Я не могу купить две юбки Тогда, пожалуйста, белую Хорошо, спасибо большое Ты и я, два моих друга и учитель Всего пять человек Ой, учитель придет со своей женой А, понятно А, понятно. Это кровать большая. Да. И я не могу поставить её у двери. Давай поставим её в конце комнаты. Может, поставим кровать посередине комнаты? Нет. Давай поставим её в угол. Звучит неплохо. Давай так и сделаем. Это кровать большая. Да. И я не могу поставить её у двери. Давай поставим ее в конце комнаты. Может, поставим кровать посередине комнаты? Нет, давай поставим ее в угол. Звучит неплохо. Давай так и сделаем. Want to speak real Russian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RussianPod101.com. Могу я вам помочь? Я ищу подарок на день рождения своей жены. Что бы вы посоветовали? Так, как насчет этого ожерелья? Хм, оно выглядит немного длинным. А что насчет вон тех? У нас есть одно с подвеской в виде цветка и другое с сердцем. Я ищу что-нибудь более изысканное. Сколько стоит вот это же мчужное ожерелье? Оно стоит 300 тысяч рублей. Хм, это слишком дорого. Хорошо, я возьму первое. Конечно, вот, пожалуйста. Могу я вам помочь? Я ищу подарок на день рождения своей жены. Что бы вы посоветовали? Так, как насчет этого ожерелья? Хм, оно выглядит немного длинным. А что насчет вон тех? У нас есть одно с подвеской в виде цветка и другое с сердцем. Я ищу что-нибудь более изысканное. Сколько стоит вот это же мчужное ожерелье? Оно стоит 300 тысяч рублей. Хм, это слишком дорого. Хорошо, я возьму первое. Конечно, вот, пожалуйста. Где мы должны поставить новый принтер? Хм, я думаю, что мы должны поставить его там, где сейчас находится старый. Но старый принтер еще работает. Мы собираемся продолжать его использовать. Хорошо, мы не можем поставить там новый. Очень плохо. Было бы хорошо иметь новый принтер на книжной полке рядом с дверью, но там есть место только для одного принтера. Ладно, тогда я думаю, что мы должны поставить его на другом конце комнаты. Правильно. Ладно, как насчет рядом с окном? Звучит неплохо. Где мы должны поставить новый принтер? Хм, я думаю, что мы должны поставить его там, где сейчас находится старый. Но старый принтер еще работает. Мы собираемся продолжать его использовать. Хорошо, мы не можем поставить там новый. Очень плохо. Было бы хорошо иметь новый принтер на книжной полке рядом с дверью, но там есть место только для одного принтера. Ладно, тогда я думаю, что мы должны поставить его на другом конце комнаты. Правильно. Как насчет рядом с окном? Звучит неплохо. Эй, я уже иду домой. Хорошо. Не мог бы ты кое-что купить по дороге домой? Конечно. Что ты хочешь, чтобы я взял? Нам нужно на завтра на завтрак молоко и хлеб. Молоко и хлеб. Понял. Сколько пакетов молока? Одного достаточно. Хорошо. Что-нибудь еще? Одну секунду. Я сейчас проверю, есть ли у нас масло. Хорошо. У нас есть немного. Отлично. А пиво у нас осталось? Да. У нас еще есть бутылка. Хорошо. Значит, прямо сейчас не нужно покупать. Верно. Думаю, что это все. Эй, я уже иду домой. Хорошо. Не мог бы ты кое-что купить по дороге домой? Конечно. Что ты хочешь, чтобы я взял? Нам нужно на завтра на завтрак молоко и хлеб. Молоко и хлеб. Понял. Сколько пакетов молока? Одного достаточно. Хорошо. Что-нибудь еще? Одну секунду. Я сейчас проверю, есть ли у нас масло. Хорошо. У нас есть немного. Отлично. А пиво у нас осталось? Да. У нас еще есть бутылка. Хорошо. Значит, прямо сейчас не нужно покупать. Верно. Думаю, что это все. Утром нас ожидает солнечная погода. Однако, в обед будет облачно, а ночью пойдет дождь. Дождь будет продолжаться всю ночь до следующего утра до восхода солнца. У нас есть несколько новых дизайнов для визитной карточки компании. Какой из них вы считаете лучшим? Давайте посмотрим. Я думаю, что название компании должно быть больше. Хорошо. Тогда это должен быть один из этих. Верно. Они мне нравятся, потому что название компании большое и в самом верху. Один из дизайнов предусматривает место для фотографии. Что вы думаете об этом? Хм... Я думаю, что это делает текст слишком маленьким. Да. Возможно, текст будет немного трудно читать с фотографией. Хорошо. Тогда давайте предыдущий. У нас есть несколько новых дизайнов для визитной карточки компании. Какой из них вы считаете лучшим? Давайте посмотрим. Я думаю, что название компании должно быть больше. Хорошо. Тогда этот должен быть один из этих. Верно. Они мне нравятся, потому что название компании большое и в самом верху. Один из дизайнов предусматривает место для фотографии. Что вы думаете об этом? Хм... Я думаю, что это делает текст слишком маленьким. Да. Возможно, текст будет немного трудно читать с фотографией. Хорошо. Тогда давайте предыдущий. Простите. Вы не знаете, здесь рядом есть автобусная остановка? Да. Идите прямо и на втором светофоре поверните направо. Затем на углу книжного магазина поверните налево. И вы увидите банк. Автобусная остановка находится перед банком. Поняла. Большое спасибо. Простите. Вы не знаете, здесь рядом есть автобусная остановка? Да. Идите прямо и на втором светофоре поверните направо. Затем на углу книжного магазина поверните налево, и вы увидите банк. Автобусная остановка находится перед банком. Поняла. Большое спасибо. У нас будет встреча с Майклом из нашего офиса в Нью-Йорке после обеда. Вы не знаете, остались ли какие-нибудь напитки? У нас есть немного кофе. Хм. Майкл не пьет кофе. Есть ли у нас какая-нибудь бутилированная вода? Да. Я думаю, что еще что-то осталось. Отлично. Очень хорошо. Вы хотите что-то другое? Нет. Я буду то же самое. У нас будет встреча с Майклом из нашего офиса в Нью-Йорке после обеда. Вы не знаете, остались ли какие-нибудь напитки? У нас есть немного кофе. Хм. Майкл не пьет кофе. Есть ли у нас какая-нибудь бутилированная вода? Да. Я думаю, что еще что-то осталось. Отлично. Очень хорошо. Вы хотите что-то другое? Нет. Я буду то же самое. Простите. Я ищу очень легкий ноутбук. Хорошо. Как насчет этого? Он очень тонкий и легкий. Выглядит неплохо. Можно ли смотреть DVD на этом ноутбуке? Боюсь, что нет. Вы можете смотреть DVD на том, но он немного больше и тяжелее. Хм. Этот слишком тяжелый. Я куплю первый. Огромное спасибо. Вы можете выбрать белый, черный или серебристый. Я хочу черный. Простите. Я ищу очень легкий ноутбук. Хорошо. Как насчет этого? Он очень тонкий и легкий. Выглядит неплохо. Можно ли смотреть DVD на этом ноутбуке? Боюсь, что нет. Вы можете смотреть DVD на том, но он немного больше и тяжелее. Хм. Этот слишком тяжелый. Я куплю первый. Огромное спасибо. Вы можете выбрать белый, черный или серебристый. Я хочу черный. Ты ведь уезжаешь на следующей неделе? Да. Во вторник я уезжаю в Лондон. Я буду там два дня. Потом ты поедешь в Париж? Да. Я собираюсь в Париж в четверг и останусь там на ночь. А потом я вернусь домой. Значит, ты можешь присоединиться к встрече в субботу, верно? Да. Могу. Ты ведь уезжаешь на следующей неделе? Да. Во вторник я уезжаю в Лондон. Я буду там два дня. Потом ты поедешь в Париж? Да. Я собираюсь в Париж в четверг и останусь там на ночь. А потом я вернусь домой. Значит, ты можешь присоединиться к встрече в субботу, верно? Да. Могу. Служба доставки пиццы. Спасибо за ваш звонок. Здравствуйте. Могу я заказать пиццу с чесноком и помидорами? Пицца с чесноком и помидорами. Окей. Какой размер? Большой размер, пожалуйста. И, пожалуйста, порежьте ее на восемь кусочков. Конечно. Хотите что-нибудь еще? Да. Еще я возьму четыре хлебные палочки и две банки колы. Хорошо. Мы доставим все через сорок минут. Служба доставки пиццы. Спасибо за ваш звонок. Здравствуйте. Могу я заказать пиццу с чесноком и помидорами? Пицца с чесноком и помидорами. Окей. Какой размер? Большой размер, пожалуйста. И, пожалуйста, порежьте ее на восемь кусочков. Конечно. Хотите что-нибудь еще? Да. Еще я возьму четыре хлебные палочки и две банки колы. Хорошо. Мы доставим все через сорок минут. Извините. До которого часа вы работаете? Мы открыты до одиннадцати вечера, но заказы принимаем до десяти. О, отлично. Я думал, вы уже закрылись. Раньше мы закрывались в десять вечера, но недавно решили продлить время работы. Понятно. Но по воскресеньям ресторан закрывается в девять вечера. Ясно. Извините. До которого часа вы работаете? Мы открыты до одиннадцати вечера, но заказы принимаем до десяти. О, отлично. Я думал, вы уже закрылись. Раньше мы закрывались в десять вечера, но недавно решили продлить время работы. Понятно. Но по воскресеньям ресторан закрывается в девять вечера. Ясно. Как тебе этот пылесос? Выглядит неплохо. Ты хочешь его заказать? Да. Его доставят через три-четыре дня. Нам нужно указать конкретную дату. Как насчет следующей субботы? Мы же собирались в субботу рано утром поиграть в теннис. О, точно. Тогда в воскресенье лучше. Хорошо. Тогда я заказываю. И не забудь в пятницу прийти домой пораньше, потому что в субботу нам надо будет очень рано вставать. Как тебе этот пылесос? Выглядит неплохо. Ты хочешь его заказать? Да. Его доставят через три-четыре дня. Нам нужно указать конкретную дату. Как насчет следующей субботы? Мы же собирались в субботу рано утром поиграть в теннис. О, точно. Тогда в воскресенье лучше. Хорошо. Тогда я заказываю. И не забудь в пятницу прийти домой пораньше, потому что в субботу нам надо будет очень рано вставать. Так. Я дам вам три вида лекарств. Пожалуйста, принимайте их после ужина каждый день. Хорошо. Вы должны принять две круглые таблетки, одну капсулу и одну дозу порошкового лекарства за раз. Понятно. Принимайте лекарства в течение трех дней. Если через три дня вам не станет лучше, придите ко мне снова на прием. Хорошо. Большое спасибо. Поскорее выздоравливайте. Так. Я дам вам три вида лекарств. Пожалуйста, принимайте их после ужина каждый день. Хорошо. Вы должны принять две круглые таблетки, одну капсулу и одну дозу порошкового лекарства за раз. Понятно. Принимайте лекарства в течение трех дней. Если через три дня вам не станет лучше, придите ко мне снова на прием. Хорошо. Большое спасибо. Поскорее выздоравливайте. Почему бы тебе не зайти ко мне в гости в ближайшее время? Спасибо за приглашение. С удовольствием. Расскажи немного о своей семье. Конечно. Мой отец — офисный работник. Его хобби — рыбалка. Моя мать — домохозяйка, и она очень вкусно готовит. У тебя есть братья или сестры? Да. У меня есть старшая сестра и младший брат. Моя сестра замужем и живет за границей, а брат еще учится в школе. У тебя очень хорошая семья. Я с большим удовольствием встречусь с ними. Почему бы тебе не зайти ко мне в гости в ближайшее время? Спасибо за приглашение. С удовольствием. Расскажи немного о своей семье. Конечно. Мой отец — офисный работник. Его хобби — рыбалка. Моя мать — домохозяйка, и она очень вкусно готовит. У тебя есть братья или сестры? Да. У меня есть старшая сестра и младший брат. Моя сестра замужем и живет за границей, а брат еще учится в школе. У тебя очень хорошая семья. Я с большим удовольствием встречусь с ними. Здравствуйте. Вы ищете очки? Да. У меня в последнее время упало зрение. Я поняла. Вы хотите очки той же модели, что на вас сейчас? Ну, я ношу очки прямоугольной формы уже довольно давно, поэтому хочу попробовать что-то другое. Понятно. Как насчет этих круглых? Хм. Не думай, что они мне пойдут. Ладно, я возьму очки той же формы, какой я обычно ношу. У вас есть очки с черной оправой? Конечно. Посмотрите вот эти. Да. Мне они нравятся. Я возьму их. Здравствуйте. Вы ищете очки? Да. У меня в последнее время упало зрение. Я поняла. Вы хотите очки той же модели, что на вас сейчас? Ну, я ношу очки прямоугольной формы уже довольно давно, поэтому хочу попробовать что-то другое. Понятно. Как насчет этих круглых? Хм. Не думай, что они мне пойдут. Ладно. Я возьму очки той же формы, какой я обычно ношу. У вас есть очки с черной оправой? Конечно. Посмотрите вот эти. Да. Мне они нравятся. Я возьму их. Извините. Могу я отменить запись на прием на сегодня? Конечно. Вы хотите перенести прием на другой день? Да. Можно на субботу. Мне удобно утром. Я боюсь, что в субботу уже все занято. Если вы хотите, я могу записать вас на следующую субботу. Нет. Это долго. Может, можно в четверг после обеда? Можно. Свободно на пять и на шесть вечера. Отлично. Давайте на шесть вечера. Хорошо. Извините. Могу я отменить запись на прием на сегодня? Конечно. Вы хотите перенести прием на другой день? Да. Можно на субботу. Мне удобно утром. Я боюсь, что в субботу уже все занято. Если вы хотите, я могу записать вас на следующую субботу. Нет. Это долго. Может, можно в четверг после обеда? Можно. Свободно на пять и на шесть вечера. Отлично. Давайте на шесть вечера. Хорошо. Я с нетерпением жду вечеринки в воскресенье. Я тоже. Приходи в двенадцать. Хорошо. Номер твоей квартиры – тысяча восемнадцать? Да, правильно. В моем доме два корпуса – западный и восточный. Моя квартира находится в восточном корпусе. Понятно. Если у тебя будут какие-нибудь вопросы, звони. Хорошо. Спасибо. Я с нетерпением жду вечеринки в воскресенье. Я тоже. Приходи в двенадцать. Хорошо. Номер твоей квартиры – тысяча восемнадцать? Да, правильно. В моем доме два корпуса – западный и восточный. Моя квартира находится в восточном корпусе. Понятно. Если у тебя будут какие-нибудь вопросы, звони. Хорошо. Спасибо. Добрый день. Могу я вам помочь? Я хочу взять на прокат вот эти диски. Всего три диска. Если вы возьмете пять дисков, мы дадим вам скидку. Да. Жаль, но у меня не будет времени посмотреть все пять дисков, поэтому я возьму три. Только сегодня мы предлагаем специальную скидку. Плюс вы можете вернуть их на неделю позже. Правда? Тогда я пойду выберу еще два. Добрый день. Могу я вам помочь? Я хочу взять на прокат вот эти диски. Всего три диска. Если вы возьмете пять дисков, мы дадим вам скидку. Да. Жаль, но у меня не будет времени посмотреть все пять дисков, поэтому я возьму три. Только сегодня мы предлагаем специальную скидку. Плюс вы можете вернуть их на неделю позже. Правда? Тогда я пойду выберу еще два. Ты знаешь, который сейчас час? Извини, я забыла сегодня часы. Ясно. Я просто волнуюсь. Успеем ли мы на поезд? У входа в станцию есть часы. Хорошо. О, нет. Поезд прибывает через пять минут. Это тот, который обычно прибывает в десять часов? Да. Нам лучше поспешить. Знаешь, который сейчас час? Извини, я забыла сегодня часы. Ясно. Я просто волнуюсь. Успеем ли мы на поезд? У входа в станцию есть часы. Хорошо. О, нет. Поезд прибывает через пять минут. Это тот, который обычно прибывает в десять часов? Да. Нам лучше поспешить. У вас есть места на завтрашний вечерний рейс? Одну минуту, пожалуйста. Сейчас посмотрю. В эконом-классе? Да. Так. В эконом-классе у нас еще осталось несколько мест. Отлично. Можно мне место у прохода? Боюсь, что все места у прохода уже заняты. Ясно. Но я не хочу сидеть в середине. Как насчет места у окна? О, давайте его. У вас есть места на завтрашний вечерний рейс? Одну минуту, пожалуйста. Сейчас посмотрю. В эконом-классе? Да. Так. В эконом-классе у нас еще осталось несколько мест. Отлично. Можно мне место у прохода? Боюсь, что все места у прохода уже заняты. Ясно. Но я не хочу сидеть в середине. Как насчет места у окна? О, давайте его. Как насчет вот этой? В ней хорошая большая гостиная. Мне нравится большая гостиная, но я хочу жилье с парковкой. Давай посмотрим. Как насчет этой? О, это ничего. Может, пойдем посмотрим ее? Подожди секунду. Тебе не кажется, что гардероб немного маловат? Хороший вопрос. Хм, похоже, тут нет идеальной квартиры. Подожди. А как насчет этой? Похоже, в ней есть все, что нужно. И гардероб тоже довольно большой. Пойдем посмотрим эту. Хорошо. Муж и жена рассматривают планы некоторых квартир. Какую квартиру они собираются посмотреть? Как насчет вот этой? В ней хорошая большая гостиная. Хм, мне нравится большая гостиная, но я хочу жилье с парковкой. Давай посмотрим. Как насчет этой? О, это ничего. Может, пойдем посмотрим ее? Подожди секунду. Тебе не кажется, что гардероб немного маловат? Хороший вопрос. Хм, похоже, тут нет идеальной квартиры. Подожди. А как насчет этой? Похоже, в ней есть все, что нужно. И гардероб тоже довольно большой. Пойдем посмотрим эту. Хорошо. Сисайд Отель. Добрый день. Могу я вам помочь? Я хочу остановиться на одну ночь, 22 сентября. Хорошо. Одна ночь с 22 на 23 сентября. Сколько человек? Двое. Вы бы хотели номер для курящих или не курящих? Для не курящих. Единственный номер для не курящих, доступный в этот день, это комната с видом на горы. Вам подойдет? Хотелось бы комнату с видом на океан. Мне очень жаль, но единственный свободный номер с видом на океан – это номер для курящих. Понятно. А есть номер для не курящих с видом на океан на 23 сентября? Есть. Хорошо. Тогда мы остановимся 23 сентября. Мужчина бронирует комнату в отеле. В какой комнате он собирается остановиться? Сисайд-отель. Добрый день. Могу я вам помочь? Я хочу остановиться на одну ночь, 22 сентября. Хорошо. Одна ночь с 22 на 23 сентября. Сколько человек? Двое. Вы бы хотели номер для курящих или не курящих? Для не курящих. Единственный номер для не курящих, доступный в этот день, это комната с видом на горы. Вам подойдет? Хотелось бы комнату с видом на океан. Мне очень жаль, но единственный свободный номер с видом на океан – это номер для курящих. Понятно. А есть номер для не курящих с видом на океан на 23 сентября? Есть. Хорошо. Тогда мы остановимся 23 сентября. Здравствуйте. Чем могу помочь? Добрый день. У меня запись на три часа на фамилию Иванова. А, да. Добро пожаловать, госпожа Иванова. Пожалуйста, проходите сюда. Что сегодня будем делать? Я бы хотела немного изменить свою прическу. Хорошо. Какую длину волос вы хотите? Примерно до плеч. Понял. А что насчет вашей челки? Оставьте ее, пожалуйста. Зачесать ее на бок или пусть будет прямо вниз? Думаю, лучше немного в сторону. Какую сторону? Наверное, немного влево. Ясно. Так, сначала будем мыть голову, поэтому проходите сюда, пожалуйста. Женщина разговаривает со своим парикмахером. Как бы она хотела изменить свою прическу? Здравствуйте. Чем могу помочь? Добрый день. У меня запись на три часа на фамилию Иванова. А, да. Добро пожаловать, госпожа Иванова. Пожалуйста, проходите сюда. Что сегодня будем делать? Я бы хотела немного изменить свою прическу. Хорошо. Какую длину волос вы хотите? Примерно до плеч. Понял. А что насчет вашей челки? Оставьте ее, пожалуйста. Зачесать ее на бок или пусть будет прямо вниз? Думаю, лучше немного в сторону. Какую сторону? Наверное, немного влево. Ясно. Так, сначала будем мыть голову, поэтому проходите сюда, пожалуйста. Эй, что ты думаешь об этой работе? Почасовая плата достаточно высокая. Да. Зарплата выглядит шикарно. Но ты реально успеешь доставить все газеты по маршруту? Конечно. Я хорошо катаюсь на велосипеде. Но меня беспокоит то, что нужно рано вставать. Как насчет этой? Оплата не так высока, но ты сможешь работать два или три дня в неделю по вечерам. А это? Кассир супермаркета? Было бы, конечно, здорово работать после занятий. И вот это в кафе тоже вроде как ничего. О, да. Я люблю это место. И как раз по пути в университет. Неплохо, да? Ммм, что же выбрать? Между какими ты выбираешь? Кафе и доставка газет? Да, оплата за доставку газет очень хорошая. Ладно, решено. Думаю, все же придется вставать рано. Студент и студентка изучают объявления о работе. Какую работу выберет студентка? Эй, что ты думаешь об этой работе? Почасовая плата достаточно высокая. Да, зарплата выглядит шикарно. Но ты реально успеешь доставить все газеты по маршруту? Конечно. Я хорошо катаюсь на велосипеде. Но меня беспокоит то, что нужно рано вставать. Как насчет этой? Оплата не так высока, но ты сможешь работать два или три дня в неделю по вечерам. А это? Кассир супермаркета? Было бы, конечно, здорово работать после занятий. И вот это в кафе тоже вроде как ничего. О, да. Я люблю это место. И как раз по пути в университет. Неплохо, да? Хм, что же выбрать? Между какими ты выбираешь? Кафе и доставка газет? Да, оплата за доставку газет очень хорошая. Ладно, решено. Думаю, все же придется вставать рано. Это смотрится на вас очень хорошо и сидит просто идеально. Да, по фигуре. Но я обычно ношу однотонные цвета. Я не привыкла к таким узорам. Ну, я думаю, что вы великолепно выглядите. Да? Тем не менее, чтобы надеть такое, требуется мужество. Тогда как насчет этого платья? Узоры гораздо более сдержанные, поэтому оно не выглядит кричащим. Вы правы. Позвольте мне примерить. Конечно, пожалуйста. Ну, что вы думаете? Это мне подходит гораздо больше, чем предыдущее. У вас есть платье такой же модели, только с длинными рукавами? Да, есть. Спасибо, я возьму его. Женщина меряет платье и разговаривает с продавцом. Какое платье она собирается купить? Это смотрится на вас очень хорошо и сидит просто идеально. Да, по фигуре. Но я обычно ношу однотонные цвета. Я не привыкла к таким узорам. Ну, я думаю, что вы великолепно выглядите. Да? Тем не менее, чтобы надеть такое, требуется мужество. Тогда как насчет этого платья? Узоры гораздо более сдержанные, поэтому оно не выглядит кричащим. Вы правы. Позвольте мне примерить. Конечно, пожалуйста. Ну, что вы думаете? Это мне подходит гораздо больше, чем предыдущее. У вас есть платье такой же модели, только с длинными рукавами? Да, есть. Спасибо, я возьму его. Привет. Ты можешь сделать мне одолжение? У меня на рабочем столе лежит документ, и я хочу, чтобы ты отнесла его в отдел продаж. Конечно. Какой это документ? Я думаю, что он в синем конверте. Синий конверт. На вашем столе два синих конверта. А, да. Тот, который с красной печатью, в правом верхнем углу. В конверте с зеленой печатью находится документ, который нужно передать в отдел кадров. Тот, который с красной печатью. Хорошо. Он у меня. Отлично. Итак, пожалуйста, отнеси его в отдел продаж до часу дня и убедись, что отдашь его непосредственно менеджеру. Ты ведь его знаешь, не так ли? Да. Мы встречались и беседовали пару раз. Хорошо. Да. И ты можешь занести заодно другой конверт в отдел кадров? Конечно. Президент компании и его секретарь разговаривают по телефону. Какой документ секретарь должен передать в отдел продаж? Привет. Ты можешь сделать мне одолжение? У меня на рабочем столе лежит документ, и я хочу, чтобы ты отнесла его в отдел продаж. Конечно. Какой это документ? Я думаю, что он в синем конверте. Синий конверт. На вашем столе два синих конверта. А, да. Тот, который с красной печатью, в правом верхнем углу. В конверте с зеленой печатью находится документ, который нужно передать в отдел кадров. Тот, который с красной печатью. Хорошо. Он у меня. Отлично. Итак, пожалуйста, отнеси его в отдел продаж до часу дня и убедись, что отдашь его непосредственно менеджеру. Ты ведь его знаешь, не так ли? Да. Мы встречались и беседовали пару раз. Хорошо. Да. И ты можешь занести заодно другой конверт в отдел кадров? Конечно. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Я у вас сегодня обедала и думаю, что забыла свой шарф. Вы оставили свой шарф на столике? Вы помните, где вы сидели? Я пойду посмотрю. Ну, это было в глубине ресторана. Вы были в зале для курящих или не курящих? В зале для не курящих. Вы сидели за столиком или за стойкой? Я была за столиком на четверых. Ладно. Тогда я пойду проверю. Пожалуйста, подождите минутку. Огромное спасибо. Женщина звонит в ресторан по телефону. За каким столиком она обедала? Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Я у вас сегодня обедала и думаю, что забыла свой шарф. Вы оставили свой шарф на столике? Вы помните, где вы сидели? Я пойду посмотрю. Ну, это было в глубине ресторана. Вы были в зале для курящих или не курящих? В зале для не курящих. Вы сидели за столиком или за стойкой? Я была за столиком на четверых. Ладно. Тогда я пойду проверю. Пожалуйста, подождите минутку. Огромное спасибо. Простите. Я ищу квартиры в этом районе. Вы можете показать мне некоторые планы квартир? Конечно. Вы ищете для одного человека? Нет. Я собираюсь жить со своей женой. Мне нужна гостиная, спальня и кабинет. Хорошо. Как насчет этой? Здесь есть две комнаты плюс гостиная. Хотя, возможно, в ней может быть немного шумно, так как она находится рядом с большой дорогой. Ясно. Обычно я работаю на дому, так что мне нужно тихое место. И я бы предпочел, чтобы гостиная была квадратной формы. Но как насчет этой? Она находится немного далеко от станции, но в тихом жилом районе. Есть две комнаты и гостиная. Но одна комната немного тесновата. Хм. У нас не так много вещей. Так что она должна быть нам в самый раз. Мы можем показать вам другую квартиру, в которой две широкие комнаты. Но она расположена гораздо дальше от станции. Нет, спасибо. Я хотел бы посмотреть вторую квартиру, которую вы мне показали. Человек ищет квартиру. Какую квартиру он собирается выбрать? Простите, я ищу квартиры в этом районе. Вы можете показать мне некоторые планы квартир? Конечно. Вы ищете для одного человека? Нет. Я собираюсь жить со своей женой. Мне нужна гостиная, спальня и кабинет. Хорошо. Как насчет этой? Здесь есть две комнаты плюс гостиная. Хотя, возможно, в ней может быть немного шумно, так как она находится рядом с большой дорогой. Ясно. Обычно я работаю на дому, так что мне нужно тихое место. И я бы предпочел, чтобы гостиная была квадратной формы. Но как насчет этой? Она находится немного далеко от станции, но в тихом жилом районе. Есть две комнаты и гостиная. Но одна комната немного тесновата. Хм. У нас не так много вещей. Так что она должна быть нам в самый раз. Мы можем показать вам другую квартиру, в которой две широкие комнаты. Но она расположена гораздо дальше от станции. Нет, спасибо. Я хотел бы посмотреть вторую квартиру, которую вы мне показали. Простите. Я хотела бы заказать торт ко дню рождения своей дочери. Отлично. Не могли бы вы сказать мне, какой торт вы ищете? Моя дочь любит шоколад, поэтому я думаю, что подойдет шоколадный торт. И вы можете положить на него сверху клубнику? Конечно. У нас есть круглые и квадратные торты. Какой из них вы бы предпочли? Ммм. Круглые, пожалуйста. Хорошо. Сколько лет исполнится вашей дочери? Двенадцать. Хорошо. Тогда мы приготовим двенадцать свечей. Вы хотите сделать надпись на торте? Да. Пожалуйста, напишите «С днем рождения». Хорошо. Вы хотите, чтобы надпись была розовая? Если да, то мы разместим ее на белой табличке. Или же мы можем написать белым на розовой табличке. Пожалуйста, сделайте розовую надпись на белой табличке. Женщина заказывает торт ко дню рождения. Какой торт она собирается заказать? Простите, я хотела бы заказать торт ко дню рождения своей дочери. Отлично. Не могли бы вы сказать мне, какой торт вы ищете? Моя дочь любит шоколад, поэтому я думаю, что подойдет шоколадный торт. И вы можете положить на него сверху клубнику? Конечно. У нас есть круглые и квадратные торты. Какой из них вы бы предпочли? Ммм, круглые, пожалуйста. Хорошо. Сколько лет исполнится вашей дочери? Двенадцать. Хорошо. Тогда мы приготовим двенадцать свечей. Вы хотите сделать надпись на торте? Да. Пожалуйста, напишите «С днем рождения». Хорошо. Вы хотите, чтобы надпись была розовая? Если да, то мы разместим ее на белой табличке. Или же мы можем написать белым на розовой табличке. Пожалуйста, сделайте розовую надпись на белой табличке. Я думаю, что мы должны принять решение о дате переезда и вызвать компанию по организации переездов. Да. Я вот просматриваю некоторые транспортные компании. Я не хочу платить много денег. Я согласен. Эта компания предоставляет некоторые скидки, например, десять процентов, если мы закажем их услуги за один месяц до дня переезда. За месяц? Тогда мы должны переехать после пятнадцатого декабря, чтобы получить эту скидку. Да. И еще есть дополнительная скидка, если мы сделаем заказ на будний день. Будний день? Ну, у меня встреча в понедельник утром и выставка во вторник и в среду, так что… Пятница подойдет, потому что мы могли бы подготовить новый дом за выходные. Да. Ой, подожди. Тут написано «пятнадцатипроцентная скидка с понедельника по четверг и пятипроцентная в пятницу». Мда. Ну и что будем делать? Давай постараемся переехать как можно дешевле. В любом случае я закончу с выставкой к тому времени. Мужчина и женщина разговаривают о дате их переезда. Когда они собираются переехать? Я думаю, что мы должны принять решение о дате переезда и вызвать компанию по организации переездов. Да. Я вот просматриваю некоторые транспортные компании. Я не хочу платить много денег. Я согласен. Эта компания предоставляет некоторые скидки, например, 10%, если мы закажем их услуги за один месяц до дня переезда. За месяц? Тогда мы должны переехать после 15 декабря, чтобы получить эту скидку. Да. И еще есть дополнительная скидка, если мы сделаем заказ на будний день. Будний день? Ну, у меня встреча в понедельник утром и выставка во вторник и в среду, так что… Пятница подойдет, потому что мы могли бы подготовить новый дом за выходные. Да. Ой, подожди. Тут написано «15% скидка с понедельника по четверг и 5% в пятницу». Да. Ну и что будем делать? Давай постараемся переехать как можно дешевле. В любом случае я закончу с выставкой к тому времени. Простите, эта рубашка продается только в наборе из трех рубашек? Мы можем продать отдельно, но тогда одна рубашка будет стоить дороже. Ясно. Но мне не нужны три одинаковых рубашки. Что же делать? Если вы купите набор из трех галстуков, мы сделаем вам скидку на рубашки, и вы сможете купить три по цене одной. Понятно. То есть набор из трех галстуков плюс набор из трех рубашек по цене одной. Правильно. Ладно. Две рубашки потом кому-нибудь подарю. Я думаю, это хороший выбор. Мужчина покупает одежду на распродаже. Что и в каком количестве он собирается купить? Простите, эта рубашка продается только в наборе из трех рубашек? Мы можем продать отдельно, но тогда одна рубашка будет стоить дороже. Ясно. Но мне не нужны три одинаковых рубашки. Что же делать? Если вы купите набор из трех галстуков, мы сделаем вам скидку на рубашки, и вы сможете купить три по цене одной. Понятно. То есть набор из трех галстуков плюс набор из трех рубашек по цене одной. Правильно. Ладно. Две рубашки потом кому-нибудь подарю. Я думаю, это хороший выбор. Вот отчет о продажах наших женских сумочек в этом месяце. Ну, во-первых, если говорить о цвете, то бесспорным лидером продаж являются, конечно же, сумочки черного цвета. За ними идут белые и голубые. Желтые, к сожалению, продавались не очень хорошо. Желтые не очень хорошо продавались. Понятно. Что насчет формы? Сумок большого размера была продана гораздо больше, чем маленького. Сумки, в которые можно положить документы формата А4 или журналы, были самыми популярными. Ясно. Если говорить о ручках, то сумки с кожаными ручками продавались лучше, чем на цепочках. Хорошо. Похоже, что сумки более классического стиля продаются лучше. Верно. Я думаю, что для нашей новой коллекции лучше использовать более спокойные цвета, такие как бежевый или коричневый. Ну ладно. Пусть бежевый будет следующим цветом нашей коллекции. Да, и ты можешь остановить производство желтых сумок. Хорошо. Женщина отчитывается о продажах женских сумок. Какие сумки продавались лучше всего? Вот отчет о продажах наших женских сумочек в этом месяце. Ну, во-первых, если говорить о цвете, то бесспорным лидером продаж являются, конечно же, сумочки черного цвета. За ними идут белые и голубые. Желтые, к сожалению, продавались не очень хорошо. Желтые не очень хорошо продавались. Понятно. Что насчет формы? Сумок большого размера была продана гораздо больше, чем маленького. Сумки, в которые можно положить документы формата А4 или журналы, были самыми популярными. Ясно. Если говорить о ручках, то сумки с кожаными ручками продавались лучше, чем на цепочках. Хорошо. Похоже, что сумки более классического стиля продаются лучше. Верно. Я думаю, что для нашей новой коллекции лучше использовать более спокойные цвета, такие как бежевый или коричневый. Ну ладно. Пусть бежевый будет следующим цветом нашей коллекции. Да, и ты можешь остановить производство желтых сумок? Хорошо. Простите, я могу записаться на медицинский осмотр? Конечно. Медосмотры у нас бывают по понедельникам, средам и субботам. В какой день вам удобно? Можно в субботу. Можно. Но в субботу мы работаем только утром. Вам подходит? Только утром? Мне совсем неудобно. А до которого часа вы работаете по будням? Мы работаем до шести вечера по понедельникам и до восьми вечера по средам. Понятно. А с которого часа вы начинаете работать утром? С восьми утра. Но на следующей неделе все дни уже заняты. Хорошо. Я позвоню еще раз после того, как я проверю мое расписание. Хорошо. Мужчина звонит в больницу. Когда в больнице можно пройти медицинский осмотр? Простите. Я могу записаться на медицинский осмотр? Конечно. Медосмотры у нас бывают по понедельникам, средам и субботам. В какой день вам удобно? Можно в субботу. Можно. Но в субботу мы работаем только утром. Вам подходит? Только утром? Мне совсем неудобно. А до которого часа вы работаете по будням? Мы работаем до шести вечера по понедельникам и до восьми вечера по средам. Понятно. А с которого часа вы начинаете работать утром? С восьми утра. Но на следующей неделе все дни уже заняты. Хорошо. Я позвоню еще раз после того, как я проверю мое расписание. Хорошо. Извини, что беспокою тебя, но ты не мог бы забрать мою дочку из школы вместе со своей. Конечно. А она меня знает? Да. Она видела тебя на фотографиях, так что должна узнать. Опиши мне, как она выглядит. У нее темные вьющиеся волосы, она худенькая и довольно высокая. Хорошо. Что-нибудь еще? Она сказала, что будет в шляпке. Это белая шляпка с черной ленточкой. Думаю, я легко найду ее. Хорошо. Я заберу твою дочь. Спасибо. Мужчина должен забрать дочь своей знакомой из школы. Которая из девочек является дочерью его знакомой. Извини, что беспокою тебя, но ты не мог бы забрать мою дочку из школы вместе со своей. Конечно. А она меня знает? Да. Она видела тебя на фотографиях, так что должна узнать. Опиши мне, как она выглядит. У нее темные вьющиеся волосы, она худенькая и довольно высокая. Хорошо. Что-нибудь еще? Она сказала, что будет в шляпке. Это белая шляпка с черной ленточкой. Думаю, я легко найду ее. Хорошо. Я заберу твою дочь. Спасибо. О, нет. Я не могу найти свой бумажник. Я, наверное, его где-то оставил. Что? Ты помнишь, когда ты доставал его в последний раз? Нет. Не могу вспомнить. Ну тогда давай вместе попробуем вспомнить, где ты сегодня был. Хорошо. Сначала я ходил в кинотеатр с друзьями. После этого мы пошли в кафе. И мой друг заплатил за меня. Так что я не трогал свой бумажник. Но когда ты покупал билеты, ты доставал из него деньги? Да. После кафе мы пошли в спортзал. И после спортзала я заметил, что у меня нет с собой бумажника. Ты платил за что-то в спортзале? Нет. Плата за абонемент автоматически снимается с моего банковского счета каждый месяц. Ой, я вспомнил. Я купил сок в торговом автомате в спортзале. Ясно. Тогда давай пойдем туда и поищем твой бумажник. Мужчина разговаривает с женщиной о своем бумажнике. Где он собирается искать свой бумажник? О, нет. Я не могу найти свой бумажник. Я, наверное, его где-то оставил. Что? Ты помнишь, когда ты доставал его в последний раз? Нет. Не могу вспомнить. Ну, тогда давай вместе попробуем вспомнить, где ты сегодня был. Хорошо. Сначала я ходил в кинотеатр с друзьями. После этого мы пошли в кафе. И мой друг заплатил за меня. Так что я не трогал свой бумажник. Но когда ты покупал билеты, ты доставал из него деньги? Да. После кафе мы пошли в спортзал. И после спортзала я заметил, что у меня нет с собой бумажника. Ты платил за что-то в спортзале? Нет. Плата за абонемент автоматически снимается с моего банковского счета каждый месяц. Ой, я вспомнил. Я купил сок в торговом автомате в спортзале. Ясно. Тогда давай пойдем туда и поищем твой бумажник. Мы должны встретиться с нашей группой и обсудить презентацию. Да. Когда ты свободен? У меня будут лекции в понедельник, в среду и в четверг. У меня лекции по вторникам, средам и четвергам. Так что можно встретиться в четверг. Тогда как насчет в четверг днем? В четверг у меня лекции до четырех. Мы можем встретиться после моей лекции по экономике. Но я смогу быть только час. Так как в пять часов мне нужно быть на работе. Это очень мало. Тогда как насчет среды? У меня в девять утра лекция по истории. А в три часа дня по международному праву. Между этими лекциями я свободен. У меня после обеда лекция по истории Азии, а вечером я работаю. Как насчет того, чтобы встретиться рано утром до первой пары? Я не люблю вставать рано утром. Давай встретимся в четверг вечером. Я постараюсь перенести работу. Хорошо. Я буду ждать тебя в кафетерии после занятий. Студент и студентка смотрят на расписание занятий и разговаривают. Выберите расписание студента в день встречи. Мы должны встретиться с нашей группой и обсудить презентацию. Да. Когда ты свободен? У меня будут лекции в понедельник, среду и в четверг. У меня лекции по вторникам, средам и четвергам. Так что можно встретиться в четверг. Тогда как насчет в четверг днем? В четверг у меня лекции до четырех. Мы можем встретиться после моей лекции по экономике. Но я смогу быть только час, так как в пять часов мне нужно быть на работе. Это очень мало. Тогда как насчет среды? У меня в девять утра лекция по истории, а в три часа дня по международному праву. Между этими лекциями я свободен. У меня после обеда лекция по истории Азии, а вечером я работаю. Как насчет того, чтобы встретиться рано утром до первой пары? Я не люблю вставать рано утром. Давай встретимся в четверг вечером. Я постараюсь перенести работу. Хорошо. Я буду ждать тебя в кафетерии после занятий. Я слышал, что у тебя есть брат-близнец. А я и не знал. Да, но люди говорят, что мы не похожи. Смотри, вот фотография. Ты можешь найти моего брата на этой фотографии? Ну, я не вижу никого, кто бы был на тебя похож. Может, этот? В кепке? Нет, не этот. У него темные волосы, как у меня. Тогда вот этот, который высокий. Нет, он не такой высокий. Я до сих пор не могу его найти. Вы действительно не похожи друг на друга. Я знаю. Может, это из-за очков? Очков? Тогда вот этот, второй слева. Правильно. Ну что, я похожа на него? Нет, совсем не похожа. Мужчина и женщина смотрят на фотографию и разговаривают. Кто на фотографии является младшим братом женщины? Я слышал, что у тебя есть брат-близнец, а я и не знал. Да, но люди говорят, что мы не похожи. Смотри, вот фотография. Ты можешь найти моего брата на этой фотографии? Ну, я не вижу никого, кто бы был на тебя похож. Может, этот? В кепке? Нет, не этот. У него темные волосы, как у меня. Тогда вот этот, который высокий. Нет, он не такой высокий. Я до сих пор не могу его найти. Вы действительно не похожи друг на друга. Я знаю. Может, это из-за очков? Очков? Тогда вот этот, второй слева. Правильно. Ну что, я похожа на него? Нет, совсем не похожа. Эй, посмотри на эту статью. В ней идет речь о трех самых популярных школьных предметах среди 10-летних и 15-летних школьников. Ой, покажи. Так, физкультура занимает первое место среди детей 10 лет. Да, физкультура все еще популярна. Хотя я слышал, что в наши дни дети тратят меньше времени на спорт. А на втором месте – музыка. Когда ты становишься старше, тебя уже начинают интересовать другие предметы. Поэтому наиболее популярным предметом среди 15-летних школьников уже является история. Это правда. Политология занимает второе место, а на третьем месте информационные технологии. Кстати, когда мы с тобой были школьниками, в школах даже предмета такого не было – информационные технологии. А какой был третий любимый предмет у 10-летних? Сейчас гляну. О, это было искусство? Интересно, а в наши дни они занимаются творчеством тоже с помощью компьютерных программ? Мужчина и женщина разговаривают о результатах опроса, который касается любимых школьных предметов детей. Какой график показывает результаты опроса 15-летних школьников? Эй, посмотри на эту статью. В ней идет речь о трех самых популярных школьных предметах среди 10-летних и 15-летних школьников. Ой, покажи! Так, физкультура занимает первое место среди детей 10 лет. Да, физкультура все еще популярна, хотя я слышал, что в наши дни дети тратят меньше времени на спорт. А на втором месте – музыка. Когда ты становишься старше, тебя уже начинают интересовать другие предметы, поэтому наиболее популярным предметом среди 15-летних школьников уже является история. Это правда. Политология занимает второе место, а на третьем месте информационные технологии. Кстати, когда мы с тобой были школьниками, в школах даже предмета такого не было – информационные технологии. А какой был третий любимый предмет у 10-летних? Сейчас гляну. О, это было искусство. Интересно, а в наши дни они занимаются творчеством тоже с помощью компьютерных программ? А сейчас прогноз погоды на следующую неделю. В первой половине недели нас ожидают солнечные дни, хотя время от времени будет облачно. В середине недели погода начнет портиться. Во второй половине недели будет преимущественно облачно, а в некоторых местах ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем в среднем составит 20 градусов тепла, однако в конце недели температура упадет до 15 градусов тепла. Минимальная температура воздуха составит 7-8 градусов, что намного ниже обычного. Завтра, в воскресенье, будет отличная солнечная погода. По телевидению передают прогноз погоды. Какой прогноз погоды на следующую неделю? А сейчас прогноз погоды на следующую неделю. В первой половине недели нас ожидают солнечные дни, хотя время от времени будет облачно. В середине недели погода начнет портиться. Во второй половине недели будет преимущественно облачно, а в некоторых местах ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем в среднем составит 20 градусов тепла, однако в конце недели температура упадет до 15 градусов тепла. Минимальная температура воздуха составит 7-8 градусов, что намного ниже обычного. Завтра, в воскресенье, будет отличная солнечная погода. Здравствуйте! У меня доставка для отдела кадров и бухгалтерии. Оба отдела находятся на четвертом этаже. Понятно. Мне нужно кое-что забрать в отделе продаж. В отделе продаж есть два сектора. Первый и второй. Вам какой нужен? Так. Сейчас гляну. Второй. Второй сектор находится на втором этаже. Там на входе есть домофон. Вы позвоните и спросите человека, который вам нужен. Хорошо. Лифт справа? Извините, лифт сейчас не работает. Воспользуйтесь, пожалуйста, лестницей. Хорошо. Курьер разговаривает с секретарем. Что курьеру нужно будет сделать? Выберите неправильный ответ. Здравствуйте. У меня доставка для отдела кадров и бухгалтерии. Оба отдела находятся на четвертом этаже. Понятно. Мне нужно кое-что забрать в отделе продаж. В отделе продаж есть два сектора. Первый и второй. Вам какой нужен? Так. Сейчас гляну. Второй. Второй сектор находится на втором этаже. Там на входе есть домофон. Вы позвоните и спросите человека, который вам нужен. Хорошо. Лифт справа? Извините, лифт сейчас не работает. Воспользуйтесь, пожалуйста, лестницей. Хорошо. Давайте посмотрим на представленные материалы. Левый график показывает динамику продаж нашей компании за последние три года, а также прогноз на текущий год. Правый график отображает объем продаж этого года помесячно, включая октябрь месяц. Теперь, пожалуйста, посмотрите на левый график. Как мы видим, на протяжении последних трех лет объем продаж неуклонно растет. И если мы и дальше будем увеличивать продажи, то и в этом году нас ожидает рост по сравнению с прошлым. Далее давайте посмотрим на правый график. Правый график показывает, что проведенные в апреле и августе этого года компании были довольно эффективными. Ясно. Однако в мае и сентябре продажи упали. Да, но такой вид спада неизбежен. Я ожидаю, что годовой объем продаж в этом году покажет рост по сравнению с прошлым годом. Если мы сможем продолжать увеличивать наши продажи. Мужчина выступает на совещании с докладом о продажах компании. Какие два графика он использует в своей презентации? Давайте посмотрим на представленные материалы. Левый график показывает динамику продаж нашей компании за последние три года, а также прогноз на текущий год. Правый график отображает объем продаж этого года помесячно, включая октябрь месяц. Теперь, пожалуйста, посмотрите на левый график. Как мы видим, на протяжении последних трех лет объем продаж неуклонно растет. И если мы и дальше будем увеличивать продажи, то и в этом году нас ожидает рост по сравнению с прошлым. Далее давайте посмотрим на правый график. Правый график показывает, что проведенные в апреле и августе этого года компании были довольно эффективными. Ясно. Однако в мае и сентябре продажи упали. Да, но такой вид спада неизбежен. Я ожидаю, что годовой объем продаж в этом году покажет рост по сравнению с прошлым годом. Если мы сможем продолжать увеличивать наши продажи... Для начала разрешите мне рассказать о различных абонементах в нашем клубе, как описано в этой брошюре. Обычный абонемент предусматривает посещение тренажерного зала и бассейна в любое время и в любой день недели. Мы также предлагаем утренний абонемент. Это когда люди могут пользоваться тренажерным залом и бассейном только рано утром. И вечерний абонемент для людей, которые хотят приходить только вечером. Какое время для утреннего абонемента? Утренний абонемент предусматривает использование клуба с 6 до 10 утра, а вечерний – с 6 до 11 вечера. Понятно. Значит, пользователи утреннего абонемента могут заскочить в спортсал по пути на работу? Именно так. Утренний абонемент пользуется популярностью среди людей, которые работают с 9 утра до 5 вечера. И мы также предлагаем абонемент только в тренажерный зал или только в бассейн, если вы хотите пользоваться чем-то одним. Я хочу пользоваться как тренажерным залом, так и бассейном. Я думаю, что буду ходить в спортсал рано утром, перед выходом на работу в будние дни, а в бассейн – по выходным. У вас есть абонемент, который бы покрывал, например, раннее утро по будням и весь день во выходные? К сожалению, у нас нет такого абонемента. Ладно. Я не думаю, что смогу вставать так рано по выходным. Так что я возьму вот этот абонемент. Мужчина становится членом спортивного клуба и получает информацию о правилах в клубе. Какой вид абонемента он выберет? Для начала разрешите мне рассказать о различных абонементах в нашем клубе, как описано в этой брошюре. Обычный абонемент предусматривает посещение тренажерного зала и бассейна в любое время и в любой день недели. Мы также предлагаем утренний абонемент. Это когда люди могут пользоваться тренажерным залом и бассейном только рано утром. И вечерний абонемент для людей, которые хотят приходить только вечером. Какое время для утреннего абонемента? Утренний абонемент предусматривает использование клуба с 6 до 10 утра, а вечерний – с 6 до 11 вечера. Понятно. Значит, пользователи утреннего абонемента могут заскочить в спортсал по пути на работу? Именно так. Утренний абонемент пользуется популярностью среди людей, которые работают с 9 утра до 5 вечера. И мы также предлагаем абонемент только в тренажерный зал или только в бассейн. Если вы хотите пользоваться чем-то одним. Я хочу пользоваться как тренажерным залом, так и бассейном. Я думаю, что буду ходить в спортсал рано утром перед выходом на работу в будние дни, а в бассейн – по выходным. У вас есть абонемент, который бы покрывал, например, раннее утро по будням и весь день во выходные? К сожалению, у нас нет такого абонемента. Ладно. Я не думаю, что смогу вставать так рано по выходным. Так что я возьму вот этот абонемент. Мы решили выпустить новый продукт 15 октября. И мы хотели бы предложить вам контракт на разработку его брошюры. Большое вам спасибо. Мы очень рады помочь вам с этим проектом. Итак, не могли бы вы рассказать нам немного о графике работы? Но когда вам все это нужно? Ну, учитывая время, необходимое для печати, мы бы хотели получить брошюры для печати уже к концу сентября. Поэтому вы могли бы предоставить нам первый проект эскиза брошюры к 15 августа? Ну, мы хотели бы вам предложить три варианта дизайна проекта брошюры, чтобы вы выбрали тот, который наилучшим образом соответствует вашей концепции. Тогда мы сделаем окончательный дизайн на основании вашего выбора. Так что нам бы очень пригодились еще две недели, чтобы подготовиться к этой стадии. Хм, ладно. Возможно, одного месяца будет достаточно, чтобы выбрать один из дизайнов, который вы подготовите, а затем принять решение об окончательном дизайне. Хорошо, мы рассчитываем на вас. Вы в надежных руках. Наша команда дизайнеров – лучшие. Спасибо вам большое. Когда наступает крайний срок для сдачи первого проекта эскиза брошюры? Мы решили выпустить новый продукт 15 октября, и мы хотели бы предложить вам контракт на разработку его брошюры. Большое вам спасибо. Мы очень рады помочь вам с этим проектом. Итак, не могли бы вы рассказать нам немного о графике работы? Но когда вам все это нужно? Ну, учитывая время, необходимое для печати, мы бы хотели получить брошюры для печати уже к концу сентября. Поэтому вы могли бы предоставить нам первый проект эскиза брошюры к 15 августа? Ну, мы хотели бы вам предложить три варианта дизайна проекта брошюры, чтобы вы выбрали тот, который наилучшим образом соответствует вашей концепции. Тогда мы сделаем окончательный дизайн на основании вашего выбора. Так что нам бы очень пригодились еще две недели, чтобы подготовиться к этой стадии. Хм, ладно. Возможно, одного месяца будет достаточно, чтобы выбрать один из дизайнов, который вы подготовите, а затем принять решение об окончательном дизайне. Хорошо, мы рассчитываем на вас. Вы в надежных руках. Наша команда дизайнеров лучшая. Спасибо вам большое. Здравствуйте, это Театр Колесо. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Мне нужны два билета на спектакль «Король Лир» на сегодня на 17.30. У вас еще остались свободные места? У нас осталось только несколько свободных мест, но, к сожалению, мест рядом друг с другом уже нет. Если хотите, вы можете взять два отдельных места. Хорошо. У вас есть какие-либо особые пожелания? Ну, а у вас есть места у прохода? Да, у нас есть место у прохода с левой стороны центральной секции. А справа от него, через два места, есть еще одно свободное место. Хорошо. Давайте это место у прохода. Что насчет другого места? А у вас есть места по центру? Единственные места по центру, которые остались, это с первого по третий ряд. Нет, это очень близко. Зал относительно небольшой, и я думаю, что вы могли бы наслаждаться игрой, даже сидя в конце зала. Правда? Тогда я возьму то, которое вы упоминали раньше, с левой стороны. Женщина звонит по телефону, чтобы забронировать билеты на спектакль. Какие два места она выберет? Здравствуйте. Это театр «Колесо». Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Мне нужны два билета на спектакль «Король Лир» на сегодня на 17.30. У вас еще остались свободные места? У нас осталось только несколько свободных мест. Но, к сожалению, мест рядом друг с другом уже нет. Если хотите, вы можете взять два отдельных места. Хорошо. У вас есть какие-либо особые пожелания? Ну, а у вас есть места у прохода? Да, у нас есть место у прохода с левой стороны центральной секции. А справа от него, через два места, есть еще одно свободное место. Хорошо. Давайте это место у прохода. Что насчет другого места? А у вас есть места по центру? Единственные места по центру, которые остались, это с первого по третий ряд. Нет, это очень близко. Зал относительно небольшой, и я думаю, что вы могли бы наслаждаться игрой, даже сидя в конце зала. Правда? Тогда я возьму то, которое вы упоминали раньше, с левой стороны. Хорошо. Я думаю, что мы уже практически готовы для завтрашней презентации. Еще несколько вещей. Встреча начнется ровно в девять. Не могла бы ты сегодня еще раз проверить комнату для переговоров? Я уже проверила. Отлично. Ты убедилась, что проектор нормально работает? Но я собиралась проверить его завтра утром, когда у меня будет мой ноутбук. Нет. Мы должны проверить его сегодня. Если обнаружится какая-то проблема, у нас просто не будет времени завтра утром на то, чтобы решить ее. Так что не забудь проверить проектор сегодня. Это самое главное. Хорошо? Сделаю. И ты сделала копии этих материалов? Госпожа Танака делает их сейчас. Так. Что еще? О, ты проверила маркерную доску? Да. В некоторых ручках недостаточно чернил. Ты случайно не проверяла их? Пока нет, но я не забуду проверить сегодня. Мужчина и женщина разговаривают касательно подготовки к презентации, которую они будут делать завтра в своем офисе. Что женщина проверит после окончания разговора? Хорошо. Я думаю, что мы уже практически готовы для завтрашней презентации. Еще несколько вещей. Встреча начнется ровно в 9. Не могла бы ты сегодня еще раз проверить комнату для переговоров? Я уже проверила. Отлично. Ты убедилась, что проектор нормально работает? Но я собиралась проверить его завтра утром, когда у меня будет мой ноутбук. Нет. Мы должны проверить его сегодня. Если обнаружится какая-то проблема, у нас просто не будет времени завтра утром на то, чтобы решить ее. Так что не забудь проверить проектор сегодня. Это самое главное. Хорошо? Сделаю. И ты сделала копии этих материалов? Госпожа Танака делает их сейчас. Так. Что еще? О, ты проверила маркерную доску? Да. В некоторых ручках недостаточно чернил. Ты случайно не проверяла их? Пока нет, но я не забуду проверить сегодня. Да, пожалуйста. Не забудь сделать это сегодня. Так. Нам нужно определиться с отелем для нашего путешествия в следующем месяце. Хорошо. Давай посмотрим в интернете. Оушен Хотел расположен прямо рядом с пляжем. Стоит 120 долларов за одну ночь с человека с завтраком. Завтрак – шведский стол. А как тебе Пайн Хотел? Всего 80 долларов за ночь. Я как-то не очень хочу тратить много денег на жилье. Ну, не знаю. Пайн Хотел находится далеко от пляжа и от центра города. К тому же у них на сайте написано, что Wi-Fi платный. Ладно. Как насчет Sunrise Хотел? Он обычно стоит 140 долларов за ночь, но сейчас у них акция, и мы можем остановиться всего за 90 долларов. Кроме того, он находится между пляжем и центром города. И Wi-Fi бесплатный. Здорово. Ой, подожди. Тут написано, что эта акция действует только на следующей неделе. О, я не видел этого. Ладно. Что думаешь по поводу Royal Hotel? Отель находится в самом центре города и стоит 100 долларов за ночь. Комната, конечно, выглядит так себе, но зато у них есть бесплатный Wi-Fi. Ладно. Уговорила. Давай забронируем этот отель. Ой, подожди. В нем уже нет мест. Как жаль. Тогда я думаю, что лучше забронировать самый первый отель. На нем и остановимся. Мужчина и женщина выбирают отель. Какой отель они выберут? Так. Нам нужно определиться с отелем для нашего путешествия в следующем месяце. Хорошо. Давай посмотрим в интернете. Ocean Hotel расположен прямо рядом с пляжем. Стоит 120 долларов за одну ночь с человека с завтраком. Завтрак – шведский стол. А как тебе Pine Hotel? Всего 80 долларов за ночь. Я как-то не очень хочу тратить много денег на жилье. Ну, не знаю. Pine Hotel находится далеко от пляжа и от центра города. К тому же у них на сайте написано, что Wi-Fi платный. Ладно. Как насчет Sunrise Hotel? Он обычно стоит 140 долларов за ночь, но сейчас у них акция, и мы можем остановиться всего за 90 долларов. Кроме того, он находится между пляжем и центром города. И Wi-Fi бесплатный. Здорово. Ой, подожди. Тут написано, что эта акция действует только на следующей неделе. О, я не видел этого. Ладно. Что думаешь по поводу Royal Hotel? Отель находится в самом центре города и стоит 100 долларов за ночь. Комната, конечно, выглядит так себе, но зато у них есть бесплатный Wi-Fi. Ладно. Уговорила. Давай забронируем этот отель. Ой, подожди. В нем уже нет мест. Как жаль. Тогда я думаю, что лучше забронировать самый первый отель. На нем и остановимся. Давай расставим столы для завтрашней встречи. Давай. Может, поставим все столы в центр комнаты, чтобы все могли видеть друг друга? Нет. Сначала будет групповое занятие, поэтому давай разделим все столы на 4 секции. В каждой секции будет сидеть по 4 человека. Хорошо. Тогда я положу на каждый стол ручки и небольшие блокноты для записей. Спасибо. Перед занятием будет короткая презентация, так что нам нужно настроить проектор. Ясно. Мы же будем использовать доску. Нормально, если я поставлю ее рядом с экраном? Ну, как насчет того, чтобы поставить доску в противоположной стороне от экрана? Давай поставим в глубине комнаты. Понятно. После встречи нужно вернуть столы на свои места. Сделаем 4 ряда по 2 стола в каждом. Мужчина и женщина разговаривают о схеме размещения столов в комнате для переговоров. Как они собираются расставить столы? Давай расставим столы для завтрашней встречи. Давай. Может, поставим все столы в центр комнаты, чтобы все могли видеть друг друга? Нет. Сначала будет групповое занятие, поэтому давай разделим все столы на 4 секции. В каждой секции будет сидеть по 4 человека. Хорошо. Тогда я положу на каждый стол ручки и небольшие блокноты для записей. Спасибо. Перед занятием будет короткая презентация, так что нам нужно настроить проектор. Ясно. Мы же будем использовать доску. Нормально, если я поставлю ее рядом с экраном? Ну, как насчет того, чтобы поставить доску в противоположной стороне от экрана? Давай поставим в глубине комнаты. Понятно. После встречи нужно вернуть столы на свои места. Сделаем 4 ряда по 2 стола в каждом. Значит так. Ты должен проверять запас констовара в офисе и заказывать все, что нужно, раз в месяц. На этот раз давай вместе проверим все по списку. Спасибо. Тогда давай начнем с бумаги. Так. Похоже, осталась только одна пачка бумаги. Мы расходуем кучу бумаги каждый день, поэтому давай закажем еще две пачки. Хорошо. В принтере закончились цветные чернила. Заказать их? Нет, не надо. Мы не используем цветные чернила для печати документов. Нет? Ну, ладно. Кстати, некоторые маркеры уже не пишут. Да, их нужно заменить. Если мы закажем набор из пяти маркеров, нам сделают скидку. Поэтому давай закажем один такой набор. Хорошо. Кстати, мы можем заодно заказать мышку? Моя как-то медленно реагирует. Наверное, садится батарейка. Давай проверим запас батареек и, если что, закажем их. Конечно. Так. У нас здесь есть три батарейки. Можешь взять две из них для своей мышки, но купи упаковку из шести батареек на замену. Мужчина и женщина разговаривают об офисных принадлежностях. Что они закажут? Значит так. Ты должен проверять запас констовара в офисе и заказывать все, что нужно, раз в месяц. На этот раз давай вместе проверим все по списку. Спасибо. Тогда давай начнем с бумаги. Так. Похоже, осталась только одна пачка бумаги. Мы расходуем кучу бумаги каждый день, поэтому давай закажем еще две пачки. Хорошо. В принтере закончились цветные чернила. Заказать их? Нет, не надо. Мы не используем цветные чернила для печати документов. Нет? Ну ладно. Кстати, некоторые маркеры уже не пишут. Да. Их нужно заменить. Если мы закажем набор из пяти маркеров, нам сделают скидку. Поэтому давай закажем один такой набор. Хорошо. Кстати, мы можем заодно заказать мышку? Моя как-то медленно реагирует. Наверное, садится батарейка. Давай проверим запас батареек и если что закажем их. Конечно. Так. У нас здесь есть три батарейки. Можешь взять две из них для своей мышки, но купи упаковку из шести батареек на замену. Простите, мне нужно в аэропорт. Вы не подскажете, как туда добраться? Есть несколько способов. Вы можете сесть на автобус номер один. Дорога займет примерно полтора часа, но плата за проезд очень дешевая. Автобус номер два подороже, но вы приедете в аэропорт через 50 минут, так как автобус курсирует без остановок. Однако, он отправляется всего лишь один раз в час. Понятно. А что насчет такси? Перед этим центром есть стоянка такси и поездка. Как правило, занимает около часа. Однако, это будет намного дороже автобуса, поскольку, во-первых, такси использует скоростную автомагистраль. А во-вторых, берется дополнительная плата за провоз крупногабаритного багажа. О, я не ожидала этого. Это слишком дорого для меня. Кстати, вы покупали что-нибудь в шоппинг-плазе во время вашей поездки? Они предлагают бесплатный трансфер от их торгового центра в аэропорт для клиентов, которые сделали у них покупку. О, я и не знала. Нет, я ничего не покупала, но я все равно собиралась купить сувениры. Ну, тогда вы можете пойти этим путем. Женщина спрашивает мужчину в центре помощи туристам, как добраться до аэропорта. Куда она пойдет дальше? Простите, мне нужно в аэропорт. Вы не подскажете, как туда добраться? Есть несколько способов. Вы можете сесть на автобус номер один. Дорога займет примерно полтора часа, но плата за проезд очень дешевая. Автобус номер два подороже, но вы приедете в аэропорт через 50 минут, так как автобус курсирует без остановок. Однако он отправляется всего лишь один раз в час. Понятно. А что насчет такси? Перед этим центром есть стоянка такси и поездка. Как правило, занимает около часа. Однако это будет намного дороже автобуса, поскольку, во-первых, такси используют скоростную автомагистраль. А во-вторых, берется дополнительная плата за провоз крупногабаритного багажа. О, я не ожидала этого. Это слишком дорого для меня. Кстати, вы покупали что-нибудь в шоппинг-плазе во время вашей поездки? Они предлагают бесплатный трансфер от их торгового центра в аэропорт для клиентов, которые сделали у них покупку. О, я и не знала. Нет, я ничего не покупала, но я все равно собиралась купить сувениры. Ну, тогда вы можете пойти этим путем. Мне необходимо, чтобы вы изготовили и поставили свитера до конца этого месяца. Хорошо. Какие вам нужны? Нам нужны тысяча красных свитеров маленького размера и 400 красных свитеров среднего размера. Нам также нужны 600 маленьких зеленых свитеров и 200 средних зеленых свитеров в концу этого месяца. Красные и зеленые свитера. Дело в том, что у нас заканчивается зеленая пряжа. Мы заказали ее у наших поставщиков, однако пока еще не получили. Мы сделаем красные свитера в первую очередь. Нет, нет, нет. Нам нужны красные и зеленые свитера вместе. Поэтому, пожалуйста, просто изготовьте как можно больше зеленых свитеров. Хорошо. Я думаю, что на данный момент мы сможем изготовить 200 единиц зеленых свитеров. Какой размер вам нужен в первую очередь? Нам нужны маленькие свитера первыми. Я сожалею о таком коротком сроке, но нам очень нужна ваша помощь. Ладно. Мы сделаем все возможное. Мы доставим эти зеленые свитера и все красные свитера. Женщина разговаривает с поставщиком по телефону. Что женщине поставят? Мне необходимо, чтобы вы изготовили и поставили свитера до конца этого месяца. Хорошо. Какие вам нужны? Нам нужны 1000 красных свитеров маленького размера и 400 красных свитеров среднего размера. Нам также нужны 600 маленьких зеленых свитеров и 200 средних зеленых свитеров в конце этого месяца. Красные и зеленые свитера. Дело в том, что у нас заканчивается зеленая пряжа. Мы заказали ее у наших поставщиков, однако пока еще не получили. Мы сделаем красные свитера в первую очередь. Нет, нет, нет. Нам нужны красные и зеленые свитера вместе. Поэтому, пожалуйста, просто изготовьте как можно больше зеленых свитеров. Хорошо. Я думаю, что на данный момент мы сможем изготовить 200 единиц зеленых свитеров. Какой размер вам нужен в первую очередь? Нам нужны маленькие свитера первыми. Я сожалею о таком коротком сроке, но нам очень нужна ваша помощь. Ладно. Мы сделаем все возможное. Мы доставим эти зеленые свитера и все красные свитера. Простите, не могли бы вы мне подсказать, сколько книг можно взять домой и на какой срок? Вы первый раз в нашей библиотеке? Да. Ну что ж, тогда я объясню вам правила пользования нашей библиотекой. В нашей библиотеке вы можете взять на дом до шести книг и до пяти CD или DVD-дисков на одного человека, но в любом случае не более десяти экземпляров на срок до двух недель. Если вы хотите оставить у себя книги на более длительный срок, вы должны продлить его до истечения этих двух недель. Могу ли я брать на дом журналы и газеты? Газеты нет, а журналы можете, кроме последних номеров. Могу ли я вернуть все по почте? Мы не можем принять возврат по почте. Вы должны вернуть все непосредственно в библиотеке и заполнить соответствующие бланки. Понятно. Спасибо большое. Женщина расспрашивает о порядке обслуживания читателей в библиотеке. Сколько материалов можно одновременно взять в библиотеке? Простите, не могли бы вы мне подсказать, сколько книг можно взять домой и на какой срок? Вы первый раз в нашей библиотеке? Да. Ну что ж, тогда я объясню вам правила пользования нашей библиотекой. В нашей библиотеке вы можете взять на дом до шести книг и до пяти CD или DVD дисков на одного человека, но в любом случае не более десяти экземпляров на срок до двух недель. Если вы хотите оставить у себя книги на более длительный срок, вы должны продлить его до истечения этих двух недель. Могу ли я брать на дом журналы и газеты? Газеты нет, а журналы можете, кроме последних номеров. Могу ли я вернуть все по почте? Мы не можем принять возврат по почте. Вы должны вернуть все непосредственно в библиотеке и заполнить соответствующие бланки. Понятно. Спасибо большое. Какая это будет поездка на этот раз? Основная цель – это подводное плавание. Так как я собираюсь взять с собой свое оборудование, то я очень волнуюсь, чтобы его не украли во время поездки. Понятно. Страхование имущества от кражи уже включено во все наши страховые программы. Однако, поскольку оборудование для подводного плавания является особым видом имущества, то его покрывает только страховая программа А. Или же, если вы выберете другие страховые программы, вы можете дополнительно к ним также подписать договор страхования вашего оборудования. Программа А ведь самая дорогая, верно? А какая разница между программами Б и С? Ну, например, если вы за границей попали в больницу, то план Б покроет стоимость авиабилетов для вашей семьи, чтобы они смогли вас навестить, а план С – нет. Понятно. А если я добавлю к страховому плану Б или С договор страхования моего оборудования, будет ли это дороже плана А? План Б станет немного дороже, а план С немного дешевле. Хорошо. Кстати, у вас есть какая-нибудь страховая программа дешевле, чем С? Да. У нас есть страховая программа Д, но она не покрывает расходы на проживание в случае задержки или отмены вашего рейса. Поэтому я бы вам не рекомендовала ее брать. Ясно. Я согласен, что это важно. Но я не думаю, что мне нужно покрытие авиабилетов для моей семьи. Поэтому я возьму этот план плюс договор страхования моего оборудования. Мужчина выбирает программу страхования туристов. Какую программу он выберет? Какая это будет поездка на этот раз? Основная цель – это подводное плавание. Так как я собираюсь взять с собой свое оборудование, то я очень волнуюсь, чтобы его не украли во время поездки. Понятно. Страхование имущества от кражи уже включено во все наши страховые программы. Однако, поскольку оборудование для подводного плавания является особым видом имущества, то его покрывает только страховая программа А. Или же, если вы выберете другие страховые программы, вы можете дополнительно к ним также подписать договор страхования вашего оборудования. Программа А ведь самая дорогая, верно? А какая разница между программами Б и С? Ну, например, если вы за границей попали в больницу, то план Б покроет стоимость авиабилетов для вашей семьи, чтобы они смогли вас навестить, а план С – нет. Понятно. А если я добавлю к страховому плану Б или С договор страхования моего оборудования, будет ли это дороже плана А? План Б станет немного дороже, а план С – немного дешевле. Хорошо. Кстати, у вас есть какая-нибудь страховая программа дешевле, чем С? Да. У нас есть страховая программа Д, но она не покрывает расходы на проживание в случае задержки или отмены вашего рейса. Поэтому я бы вам не рекомендовала ее брать. Ясно. Я согласен, что это важно. Но я не думаю, что мне нужно покрытие авиабилетов для моей семьи. Поэтому я возьму этот план плюс договор страхования моего оборудования. На прошлой неделе мы попросили 200 сотрудников ответить на вопрос о своих фитнес-привычках. Вопрос был о том, сколько часов в неделю они занимаются спортом. И вот результат. Вы посчитали результаты отдельно по филиалу А и отдельно по филиалу Б? Да. У нас было четыре варианта ответов. Менее часа, от одного до двух часов, от трех до пяти часов и более шести часов. Самым популярным ответом у обоих филиалов является ответ от одного до двух часов. Похоже, они занимаются спортом всего раз в неделю. А на втором месте у филиала А было от трех до пяти часов, а у филиала Б – менее часа. Ммм, даже не наберется и десяти процентов сотрудников филиала Б, которые бы занимались спортом более шести часов. Я вот подумала, а не организовать ли нам спортивное мероприятие, чтобы все смогли поучаствовать в нем? Это хорошая идея. Это дало бы возможность сотрудникам пообщаться друг с другом. Поручаю это вам. Хорошо, я сделаю все возможное. Женщина докладывает своему начальнику о результатах анкетирования. Какой график изображает сотрудников филиала Б? На прошлой неделе мы попросили 200 сотрудников ответить на вопрос о своих фитнес-привычках. Вопрос был о том, сколько часов в неделю они занимаются спортом. И вот результат. Вы посчитали результаты отдельно по филиалу А и отдельно по филиалу Б? Да, у нас было четыре варианта ответов. Менее часа, от одного до двух часов, от трех до пяти часов и более шести часов. Самым популярным ответом у обоих филиалов является ответ «от одного до двух часов». Похоже, они занимаются спортом всего раз в неделю. На втором месте у филиала А было от трех до пяти часов, а у филиала Б менее часа. Ммм, даже не наберется и десяти процентов сотрудников филиала Б, которые бы занимались спортом более шести часов. Я вот подумала, а не организовать ли нам спортивное мероприятие, чтобы все смогли поучаствовать в нем? Это хорошая идея. Это дало бы возможность сотрудникам пообщаться друг с другом. Поручаю это вам. Хорошо, я сделаю все возможное. Я слышала, что мы должны заняться какой-нибудь волонтерской деятельностью, а потом написать об этом доклад. Мы же можем выбрать любое направление. Ты чем займешься? Я еще не решила. Мне нравятся социальные работы, и в то же время мне интересно общаться с другими людьми. А ты уже что-то подобрал себе? Пока нет. Я интересуюсь проблемами экологии, поэтому хочу присоединиться к группам, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды. А, понятно. Я слышала, что есть группы волонтеров, которые собирают мусор. Ну, это тоже ничего, но я бы предпочел какие-нибудь групповые мероприятия. Может быть, что-то, где я смогу получить опыт лидерства. Ясно. Я знаю человека, который участвует в волонтерской группе, которая садит с детками деревья. Тебе интересно? Да. Звучит заманчиво. Кроме того, это замечательная возможность пообщаться с детьми. Ты хочешь со мной? Может быть, но я все же хочу попробовать что-то, что связано с социальными работами. Хочу помогать пожилым людям или инвалидам. О, моя мама ухаживает за пожилыми соседями. Ты хочешь помочь? Да, очень. Студент и студентка разговаривают о волонтерской деятельности. К какому мероприятию они собираются присоединиться? Я слышала, что мы должны заняться какой-нибудь волонтерской деятельностью, а потом написать об этом доклад. Мы же можем выбрать любое направление. Ты чем займешься? Я еще не решила. Мне нравятся социальные работы, и в то же время мне интересно общаться с другими людьми. А ты уже что-то подобрал себе? Пока нет. Я интересуюсь проблемами экологии, поэтому хочу присоединиться к группам, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды. А, понятно. Я слышала, что есть группы волонтеров, которые собирают мусор. Ну, это тоже ничего. Но я бы предпочел какие-нибудь групповые мероприятия. Может быть, что-то, где я смогу получить опыт лидерства. Ясно. Я знаю человека, который участвует в волонтерской группе, которая садит с детками деревья. Тебе интересно? Да. Звучит заманчиво. Кроме того, это замечательная возможность пообщаться с детьми. Ты хочешь со мной? Может быть. Но я все же хочу попробовать что-то, что связано с социальными работами. Хочу помогать пожилым людям или инвалидам. О! Моя мама ухаживает за пожилыми соседями. Ты хочешь помочь? Да, очень. Наш новый сырный хлеб не очень хорошо продается, да? Да. Наверное, потому что он на верхней полке. Наверное, слишком высоко для пожилых людей. Думаю, они его даже не видят. Тогда как насчет того, чтобы переложить его на средней полке? Звучит неплохо. Как только они зайдут в магазин, они сразу смогут его увидеть. Кстати, почему бы нам не положить его на красную ткань? Тогда они поймут, что это наш новый товар. Хорошо. Но нам придется переложить круассаны куда-то в другое место. Наверх или вниз? Думаю, что лучше переложить наш самый популярный товар на самый верх. Он все равно будет хорошо продаваться, даже если его плохо видно. Тогда это должны быть французские багеты. Может, поместим их в корзину? Хорошая идея. Давайте так и сделаем. Тогда круассаны должны быть в самом низу. Ты положишь их туда? Ну как? Смотрится хорошо. Посмотрим, повлияет ли это на объем продаж на следующей неделе. Менеджер булочной разговаривает со своим подчиненным. Как они собираются разложить хлеб? Наш новый сырный хлеб не очень хорошо продается, да? Да, наверное, потому что он на верхней полке. Наверное, слишком высоко для пожилых людей. Думаю, они его даже не видят. Тогда как насчет того, чтобы переложить его на средней полке? Звучит неплохо. Как только они зайдут в магазин, они сразу смогут его увидеть. Кстати, почему бы нам не положить его на красную ткань? Тогда они поймут, что это наш новый товар. Хорошо, но нам придется переложить круассаны куда-то в другое место. Наверх или вниз? Думаю, что лучше переложить наш самый популярный товар на самый верх. Он все равно будет хорошо продаваться, даже если его плохо видно. Тогда это должны быть французские багеты. Может, поместим их в корзину? Хорошая идея. Давайте так и сделаем. Тогда круассаны должны быть в самом низу. Ты положишь их туда? Ну как? Смотрится хорошо. Посмотрим, повлияет ли это на объем продаж на следующей неделе. Я хочу открыть новый банковский счет, так как перехожу на новую работу. Как думаешь, какой банк лучше? Ну, это зависит от того, что тебе нужно. Например, и банк А, и банк Б имеют много отделений и банкоматов. Поэтому, я думаю, у тебя не будет проблем с денежными транзакциями. Да, но банк А взимает с меня комиссию каждый раз, когда я пользуюсь его банкоматами. А банк Б не берет комиссию в течение всего дня по будням. Понятно. Слушай, если говоришь о банковских комиссиях, то обрати внимание на банк С. Хотя у него не так много банкоматов, зато он никогда не берет комиссию за банковские услуги. Ясно. Но, честно говоря, мне не нравится, что у него так мало банкоматов. Кстати, что касается процентных ставок, то банк Д лучше всего. Правда? Но мне этот счет нужен только для зарплаты. Я не планирую держать на нем много денег. Тогда тебе нужен банк с большим количеством банкоматов и низкими тарифами. Ладно, спасибо за совет. Мужчина и женщина разговаривают о банках. Какой банк женщина выберет? Я хочу открыть новый банковский счет, так как перехожу на новую работу. Как думаешь, какой банк лучше? Ну, это зависит от того, что тебе нужно. Например, и банк А, и банк Б имеют много отделений и банкоматов. Поэтому, я думаю, у тебя не будет проблем с денежными транзакциями. Да, но банк А взимает с меня комиссию каждый раз, когда я пользуюсь его банкоматами. А банк Б не берет комиссию в течение всего дня по будням. Понятно. Слушай, если говоришь о банковских комиссиях, то обрати внимание на банк С. Хотя у него не так много банкоматов, зато он никогда не берет комиссию за банковские услуги. Ясно. Но, честно говоря, мне не нравится, что у него так мало банкоматов. Кстати, что касается процентных ставок, то банк Д лучше всего. Правда? Но мне этот счет нужен только для зарплаты. Я не планирую держать на нем много денег. Тогда тебе нужен банк с большим количеством банкоматов и низкими тарифами. Ладно, спасибо за совет. Какой у нас на завтра маршрут? Я хочу посетить музей, замок и обсерваторию. А я хочу по пути купить пару сувениров. Музей открыт с 8 до 6, а замок с 9 до 4. Обсерватория окажется работой с 9 утра до 9 вечера. В замке проводят специальную экскурсию два раза в день. В 12 часов дня и в 2 часа дня. Я хочу присоединиться к одной из них. Я думаю, мы должны заказать ее заранее. Ты можешь проверить это в интернете? Да. Ой, на экскурсию на 12 утра уже нет мест. Будем брать ту, что на 2 часа? Да. Мы можем присоединиться к ней после обеда. Тогда куда мы пойдем в первую очередь? В музей или в обсерваторию? Как насчет того, чтобы посмотреть замок до 4 дня, а после того, как стемнеет, пойти в обсерваторию? Хорошая идея. Хорошо. Давай пообедаем в ресторане в музее. Потом, перед экскурсией по замку, мы можем пойти купить сувениры. Мне нравится. Просто идеальный план. Мужчина и женщина планируют свой туристический маршрут. В каком порядке они будут гулять по городу? Какой у нас на завтра маршрут? Я хочу посетить музей, замок и обсерваторию. А я хочу по пути купить пару сувениров. Музей открыт с 8 до 6, а замок с 9 до 4. Обсерватория окажется работой с 9 утра до 9 вечера. В замке проводят специальную экскурсию 2 раза в день. В 12 часов дня и в 2 часа дня. Я хочу присоединиться к одной из них. Я думаю, мы должны заказать ее заранее. Ты можешь проверить это в интернете? Да. Ой, на экскурсию на 12 утра уже нет мест. Будем брать ту, что на 2 часа? Да, мы можем присоединиться к ней после обеда. Тогда куда мы пойдем в первую очередь? В музей или в обсерваторию? Как насчет того, чтобы посмотреть замок до 4 дня, а после того, как стемнеет, пойти в обсерваторию? Хорошая идея. Хорошо, давай пообедаем в ресторане в музее. Потом, перед экскурсией по замку, мы можем пойти купить сувениры. Мне нравится. Просто идеальный план. Я хочу, чтобы ты разработала упаковку для нашего нового шоколада. Мы планируем выпустить два новых продукта. Молочный шоколад, в котором будет 30% какао, и горький шоколад, в котором будет 80% какао. Хорошо. Ты хочешь выделить цифры 30 и 80 на упаковке? Да. Может, мы можем поместить эти цифры в центр или написать их разными цветами? Можно. Может, сделаем красную упаковку с черными цифрами для молочного шоколада и черную упаковку с красными цифрами для горького? А давай используем золотистый цвет для обоих шоколадок. Я думаю, это подчеркнет тот образ, который мы пытаемся создать для нашего продукта. Хорошая идея. Я думаю, также стоит обвести буквы белым контуром, чтобы сделать их более четкими. Что касается общего дизайна упаковки, то можно написать слово «какао» в левом верхнем углу, затем в середине разместить картинку шоколада, а в правом нижнем углу указать процент «какао». Что думаешь? Да. Только, пожалуйста, напиши проценты крупным шрифтом. Кроме того, я все же хочу, чтобы они были разного цвета. Хорошо, я поняла. Я сообщу тебе по электронке, когда упаковка будет готова. На когда она тебе нужна? Сможешь до конца этой недели? До конца этой недели. Хорошо, попробую. Женщина, работающая в отделе дизайна, разговаривает со своим коллегой из отдела разработки и сопровождения проектов. Выберите правильную упаковку товара. Я хочу, чтобы ты разработала упаковку для нашего нового шоколада. Мы планируем выпустить два новых продукта. Молочный шоколад, в котором будет 30% какао, и горький шоколад, в котором будет 80% какао. Хорошо, ты хочешь выделить цифры 30 и 80 на упаковке? Да. Может, мы можем поместить эти цифры в центр или написать их разными цветами? Можно. Может, сделаем красную упаковку с черными цифрами для молочного шоколада и черную упаковку с красными цифрами для горького? А давай используем золотистый цвет для обоих шоколадок. Я думаю, это подчеркнет тот образ, который мы пытаемся создать для нашего продукта. Хорошая идея. Я думаю, также стоит обвести буквы белым контуром, чтобы сделать их более четкими. Что касается общего дизайна упаковки, то можно написать слово «какао» в левом верхнем углу, затем в середине разместить картинку шоколада, а в правом нижнем углу указать процент какао. Что думаешь? Да. Только, пожалуйста, напиши проценты крупным шрифтом. Кроме того, я все же хочу, чтобы они были разного цвета. Хорошо, я поняла. Я сообщу тебе по электронке, когда упаковка будет готова. Но когда она тебе нужна? Сможешь до конца этой недели? До конца этой недели. Хорошо, попробую. У нас были хорошие продажи с декабря по февраль. Да, наш товар продавался неплохо. Но, к сожалению, наш новый продукт, который мы выпустили в продажу в марте, продавался не очень хорошо. И в конечном итоге тянет вниз общий объем продаж за март месяц. Да, продажи в октябре и в марте были так себе. И хотя наши продажи в целом растут, октябрь был наихудшим месяцем. Я думаю, это из-за того, что наш конкурент в октябре открыл свою кофейню по соседству и вначале переманил наших клиентов. Но, слава богу, клиенты к нам вернулись. Наши данные показывают, что более половины наших клиентов составляют женщины в возрасте от 20 до 30 лет. Поэтому мы должны придумать какие-нибудь новые идеи, как сохранить наших клиентов. Кроме наших постоянных кофейных товаров, мы можем попытаться предложить более широкий выбор гарниров. Да, но около 20% наших клиентов составляют мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Так что мы должны подумать и об услугах, рассчитанных на них. Понимаю. Например, мы можем предложить бизнесменам бесплатный Wi-Fi. Да, неплохая идея. Сотрудники кофейни разговаривают о продажах. Выберите график, на который они смотрят. У нас были хорошие продажи с декабря по февраль. Да, наш товар продавался неплохо. Но, к сожалению, наш новый продукт, который мы выпустили в продажу в марте, продавался не очень хорошо. И в конечном итоге тянет вниз общий объем продаж за март месяц. Да, продажи в октябре и в марте были так себе. И хотя наши продажи в целом растут, октябрь был наихудшим месяцем. Я думаю, это из-за того, что наш конкурент в октябре открыл свою кофейню по соседству и вначале переманил наших клиентов. Но, слава богу, клиенты к нам вернулись. Наши данные показывают, что более половины наших клиентов составляют женщины в возрасте от 20 до 30 лет. Поэтому мы должны придумать какие-нибудь новые идеи, как сохранить наших клиентов. Кроме наших постоянных кофейных товаров, мы можем попытаться предложить более широкий выбор гарниров. Да, но около 20% наших клиентов составляет мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Так что мы должны подумать и об услугах, рассчитанных на них. Понимаю. Например, мы можем предложить бизнесменам бесплатный Wi-Fi. Да, неплохая идея. Добрый день, служба поддержки клиентов. Чем могу вам помочь? Добрый день. Мне только что доставили мой заказ, но это совсем не то, что я заказывал. Мы просим прощения за ошибку. Скажите, пожалуйста, что именно не так? Я заказывал куртку с тремя пуговицами, но у той, что я получил, только две. Понятно. Наверное, это другая модель. Мы ужасно сожалеем об этом. Мы поменяем эту куртку на нужную вам модель. Спасибо. Также рубашка выглядит совсем по-другому, чем на вашем сайте. Это совсем не то, что я ожидал. Поэтому я хочу ее вернуть. А в чем отличие? Я думал, что это рубашка без воротника, но это оказалась рубашка полу с воротником. Понятно. Вы уже срезали бирки? Да, срезал. Но это действительно не то, что было на картинке. Могу я все же ее вернуть? Дело в том, что у нас есть эта рубашка и с воротником, и без воротника. По нашим данным, вы выбрали именно ту, что с воротником. Правда? Я, наверное, случайно нажал не на тот товар. Мы можем поменять товар, если на нем есть бирка. Но, к сожалению, мы не можем поменять товар без бирки. Ясно. Тогда вы можете поменять хотя бы куртку? Конечно. Еще раз просим прощения за неудобства. Мужчина жалуется на товары, которые он купил по интернету. Что он собирается поменять? Добрый день. Служба поддержки клиентов. Чем могу вам помочь? Добрый день. Мне только что доставили мой заказ, но это совсем не то, что я заказывал. Мы просим прощения за ошибку. Скажите, пожалуйста, что именно не так? Я заказывал куртку с тремя пуговицами, но у той, что я получил, только две. Понятно. Наверное, это другая модель. Мы ужасно сожалеем об этом. Мы поменяем эту куртку на нужную вам модель. Спасибо. Также рубашка выглядит совсем по-другому, чем на вашем сайте. Это совсем не то, что я ожидал. Поэтому я хочу ее вернуть. А в чем отличие? Я думал, что это рубашка без воротника, но это оказалась рубашка полу с воротником. Понятно. Вы уже срезали бирки? Да, срезал. Но это действительно не то, что было на картинке. Могу я все же ее вернуть? Дело в том, что у нас есть эта рубашка и с воротником, и без воротника. По нашим данным, вы выбрали именно ту, что с воротником. Правда? Я, наверное, случайно нажал не на тот товар. Мы можем поменять товар, если на нем есть бирка. Но, к сожалению, мы не можем поменять товар без бирки. Ясно. Тогда вы можете поменять хотя бы куртку? Конечно. Еще раз просим прощения за неудобства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!